Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так примерно происходит у нас передача молодежи в другие руки. Лишние поросята, которые я вырастил на продажу. Вот мне они лишние специально. Сейчас в жюди приеду в соседнюю деревню забирать, отдадим их. И это уже последняя охотка будет всех, которые у меня были на продажу. Всех мы продали. Вот сейчас мы вот так вот их затянем. А потом сверху накроем и все. Там у меня клеточка, там вам хорошо. Сейчас месяц январь, середина января. И вот у меня как в этом году получилось. Они махряка привезли. И он сразу, чуть ли не в первый день, всех перекрыл. И я еще переживал, думал, ой-ой-ой, думаю, так рано, думаю, куда же мне, что же мне с ними делать-то с поросятами. Специально три свиноматки оставлял, чтобы поросят вот так вот продать. А в этом, слава богу, получилось, что я как-то летом продавал поросят, так продать не мог. А сейчас прям вот раз, все, купили и все. То есть получается, ну как летом, я не летом, там в июне, может, или когда-то, вот, что людям нужно поросята вот пораньше, зимой, чтобы они выросли. К осени уже были готовы. Вот. Ну, слава богу. Все, я, то есть, уже не первый раз их так ввожу, уже более-менее, как бы, спокоен. Сейчас я накрываю специальной штукой. Вот такой штучкой накрою. Все, им там хорошо будет. Вот так вот. Свою одеялко, как говорится, из-под себя вытащил. Все для поросят любимых. Да, сегодня тепло на улице. Поэтому, ошибки-то, думаю, нет. Так, ну все, и наш заветный клубочек. Все, господи, благослови. Ну все, вот так мы осуществляем доставку наших поросят. Поросята с доставкой на дом. Слава богу, переживал, но как-то господь все так устроил. Хорошо, еще и лучше. Всех поросят продали таким образом. И это последний. Продолжение следует... Продолжение следует...